Морена красильная. Время цветения растения с июня по август. Встречается в одичавшем состоянии в Средней Азии и на юге и юго-востоке Европейской части России. Изредка культивируется как лекарственное растение на Черноморском побережье Кавказа. Родиной растения считаются Средиземноморские страны. Растет по сырым местам, берегам рек и оросительных каналов и по сырым кустарникам. Разводится на плантациях. Применяемая часть корневещи с корнями. Собирают их весной и осенью. Химический состав. Корневещи содержат руберитриновую, лимонную, яблочную и винную кислоты, а также минеральные соли, различные сахара, белки, пектиновые вещества и красящие вещества. Ализарин, рубиадин, пурпурин, ксанопурпурин, псевдопурпурин и муниестин. Применение. Настой корневищ и корней обладает мочегоном, желчегоном и спазмолитическим действиями и обладает особой способностью растворять различные соли. Фосфорно-кислые, щавелево-кислые и мочеки. А также способствует быстрому выведению их из организма. Водный настой корневищ и корней марены применяют в народной медицине различных стран при почечной каменной и желчекаменной болезнях. Экстракт из корневищ и корней марены был проверен клинически и разрешен к медицинскому применению как перспективное средство для лечения почечной каменной и желчекаменной болезней. В народной медицине настой корневищ марены также принимают при желтухе, запорах, ревматических болях в пояснице, заболеваниях суставов и как мочегонные средства. В народной медицине Средней Азии корневищ и марены с медом употребляют при желтухе и при потере памяти. В немецкой народной медицине настой корневищ применяют при почечной каменной и желчекаменной болезнях, а также болезнях почек, мочевого пузыря, селезенки, ночном непроизвольном мочеиспускании и при недомоганиях, связанных с менструациями. В прошлом марена культивировалась в Европе с целью получения красной краски различных тонов. В России и сейчас пользуются для окраски ковров стойкими красками марены. Способ применения. Одну чайную ложку сухих корневищ и корней марены настаивать 8 часов в одном стакане остуженной кипяченой воды, после чего процедить. Остаток настаивать 10 минут в одном стакане кипятка. Процедить. Смешать оба настоя и принимать по полстакана 4 раза в день. Напоминаю о том, что перед применением любого лекарственного средства необходима консультация специалиста. Редактор субтитров А.Семкин